Всем привет, друзья! У нас сегодня суббота, 18 февраля 2023 года, и я после своей шикарной поездки в Азию сижу в холодной Англии. Вы знаете, показывать пока вам английские пейзажи я не буду, а вот давайте мы сегодня вернемся во Вьетнам, в Нучанг, и немного погуляем по улицам, и я вам расскажу свои первые впечатления о городе Нучанг. И, кстати, обратите внимание, я не зря зашла в этот отель. Посмотрите, как он называется. Он называется отель Галина. Согласитесь, необычное название для Вьетнама. И если хотите, я вам в конце этого видео расскажу, почему он так называется и что там интересного. Ну вот гуляю я сегодня целый день практически по центру города Нучанг. И хочу что отметить. Сплошь здесь, конечно, всякие заведения для еды. Кафешки маленькие, маленькие магазинчики, вот такие вот маленькие заведения, где можно кофе попить, как горячий, так и холодный со льдом. Можно что-то перекусить. Но вы знаете, редко-редко когда даже на английском языке здесь надписи. Не говоря уже, конечно же, о русском. Только все на вьетнамском языке. И это затрудняет какое-либо понимание. Ну вот видите, например, здесь надпись. Можно увидеть СИФУД. Маленькими буквами СИФУД. Хотя бы понятно, что это имеется в виду морепродукты. А в остальном очень трудно ориентироваться. Я, вы знаете, спасаясь от жары, опять где-то перехватила кофе со льдом. И опять я посадила свой голос. Поэтому те, кто привыкли слышать меня с нежненьким голоском, не пугайтесь. Я теперь вот так вот разговариваю. Почти басом. Что еще, конечно, меня удивило и как-то не очень это комфортно. Вот смотрите, эти байки. Основной вид транспорта. И они все паркуются прямо на тротуаре. Вот чтобы пройти здесь. Это тротуар. Вот мне приходится выходить на проезжую часть дороги и переходить. Вот. И такая же история на той стороне. Посмотрите. Все сплошь припаркованное на тротуаре. Вообще хочу добавить, уже после того, как я посетила Вьетнам, я уже больше о нем узнала. И вот, например, смотрите, я показываю вам здесь внизу. У вьетнамцев почти всегда у всех внизу какой-то бизнес. Вот наверху они сами живут, а внизу бизнес. Либо отель, либо какая-то маленькая кафешка. Ну и потом вот то, что я расстраивалась по поводу припаркованных вот этих вот байков. Как мне потом объяснили, что я зашла слишком далеко от центра. Здесь-то вообще-то весь центр, он находится вдоль пляжа. Ну, может быть, кто-то знает. Вот этот вот лотос центральный у них, монумент. И от него в несколько рядов там улицы в разные стороны звездочкой расходятся. И там как раз основное все для туристов. Так вот сегодня, как будет построено мое видео для вас, друзья, я, конечно же, больше не буду там ходить по тем задворкам вьетнамским, а я пришла вот опять на самый центр. Мы с вами погуляем как по пляжу, так и по очень красивым центральным улицам города Нучанг. Если где-то будет уж совсем что-то интересное, я буду прерываться и вам рассказывать конкретно, что у нас на экране. А вообще-то я сегодня хочу рассказать, почему я оказалась во Вьетнаме одна, а также, чем Вьетнам, на мой взгляд, отличается от Таиланда и где на самом деле дешевле и лучше отдыхать. Итак, друзья, в Таиланде я целый месяц отдыхала не одна. Я отдыхала с Татьяной, которая из Днепра, из Украины, и с которой мы прекрасно проводили время. Отдыхали, купались, загорали. И хотя мы жили в разных конда, она жила в Нордике, а я жила в Лагуна Бэй-2, но это, те, кто знает, по Таю это совсем недалеко, и поэтому мы каждый день встречались, каждое утро вместе ходили на пляж и целый день так вот проводили неспешно время вместе. И постепенно наша тайская виза заканчивалась. А вы знаете, что раньше можно было в Таиланде без визы приезжать и находиться 30 дней, а вот после ковида этот срок увеличили и уже разрешили всем до 45 дней находиться в Таиланде без всякой визы. А потом нужно было либо продлять визу, получать новую и ехать куда-то в посольство, либо, как обычно многие поступают, просто выехать куда-то в другую страну, в ту же Камбоджу, Лаос или Вьетнам, ну куда угодно. И потом обратно заезжают в Таиланд, и снова 45 дней можно находиться без проблем. Так вот мы решили в этот раз с Татьяной ехать вместе, так как мы и приехали вместе в Таиланд, то у нас и срок подходил у обеих к концу в одно и то же время. Решили ехать во Вьетнам, стали узнавать всё подробно, сколько это будет стоить. Конечно же, мы сразу обратились здесь в экскурсионное бюро в Паттайе. И вы знаете, очень оказалось дорого. Я уже говорила вам, что экскурсии вообще подорожали. В Таиланде всё подорожало, вы знаете. И нам предложили в экскурсионном бюро поездку во Вьетнам с каждого человека, по-моему, 17 тысяч бат. 17 тысяч бат – это, грубо, чуть больше 500 долларов. Согласитесь, что это огромные деньги. Притом, там только входил один день ночёвки в каком-то отеле и плюс перелёт туда и обратно. Мы решили, конечно же, ехать самостоятельно. Всё заранее посмотрели через интернет, забронировали и купили себе билеты. Туда и обратно билет на самолёт на Бангкок-Нучанг стоил чуть больше 3000 бат с человека. То есть всего лишь навсего 100 долларов, как вы понимаете. Ну и плюс через Букинг Ком мы забронировали в Нучанге отель на двоих, который обошёлся нам за неделю. Что-то порядка 80 долларов. Ну вот я отель этот сфотографировала. Он очень даже неплохой. Четырёхзвёздочный. Находится почти в центре. Недалеко от пляжа городского в Нучанге. Вот такая вот одна комната. Интересно то, что посмотрите, вот за стеклянной перегородкой находится туалет и ванная комната. А это я сфотографировала огромнейшую кровать кинг-сайз. Ну и в общем-то там и показывать-то было нечего. Ни балкона, ничего не было. Но вы знаете, за такую цену отель очень приличный. Тем более удивило меня то, что они убирали каждый день. Меняли полотенца и все принадлежности туалетные меняли. В общем, здорово. Называется отель Альфа Бёрдс, кому интересно. Так вот, почему же я оказалась одна во Вьетнаме? Я основную вам историю никак не расскажу. Мы купили с Татьяной все билеты, на этом успокоились, забронировали отель и сидим себе ждем. И вот за два дня до вылета мы решили зачекинить через интернет билеты, конечно же, чтобы все было в порядке. Я начала этим заниматься, занесла все данные, свой паспорт и Татьянин. И мне вдруг выскакивает такая плошка, знаете, красным цветом. И написано, что у пассажира с украинским паспортом возможны проблемы на таможне. Пожалуйста, обратитесь во Вьетнамское консульство и все узнайте подробно. Ну и в общем, получилось так, что Вьетнам не разрешает украинским гражданам безвизовый въезд в свою страну. Всем другим иностранным гражданам, включая российских, разрешено находиться во Вьетнаме без визы 15 дней. А потом вы должны тоже запрашивать как-то визу во Вьетнам или ее получать в посольстве. Ну и вы представляете наш шок. Такого вообще не ожидали, нас никто не предупредил. И мы тоже ничего не проверили. Заранее про визы не читали во Вьетнам. Уже только потом всю эту информацию нарыли. И там действительно было написано, что даже если вы попытаетесь получить визу с украинским паспортом через визовый центр вьетнамский, все равно 99% указывает на то, что визу вам не дадут. Вот так, друзья, бывает. Уж не знаю, что там со Вьетнамом и почему он запретил въезд украинским гражданам на территорию своей страны. Я знаю, что много украинцев смотрит мой канал. Поэтому я вас предупреждаю, друзья, имейте в виду. Ну а мы, конечно, были ошарашены этой новостью. Я не хотела ехать одна вот так вот надолго, на целую неделю, честно говоря. Ну уж раз билеты куплены и деваться некуда, я, конечно же, все равно поехала, как вы понимаете. А вот Татьянин билет на самолет мы попытались отменить, и ничего у нас не получилось сделать это онлайн. И по приезду в аэропорт я летела компанией Азия. Я попыталась вернуть билет через эту компанию, но меня там никто и слушать не стал. Сказали, что мы возвращаем стоимость билета только если отменен вот этот рейс. А у вас все в порядке, мы здесь ни при чем. Вот и получилось, что полетела я во Вьетнам одна, и жила я там одна в двухместном номере в огромном. За отель Татьяна не оплатила, потому что я его заказывала через свою банковскую карту. Ну и вы знаете, в общем-то получилось так, что я хотела вроде поменять на одно местный номер. Оказалось, что уже поздно, и все отели были дороже и хуже. Поэтому я и осталась в этом вот местном номере за 80 долларов. Я считаю, что это вполне веселый прием. И я, кстати, потом вам покажу для сравнения. Когда я вернусь в Азию, я приезжала в Аэропорт в Украину уже ночью в 9 часов. И даже на последний парень не успевала на свой гостер-лайд. И мне пришлось запранировать также небольшой отель возле Аэропорт в Украине. И вот стоимость одной ночи в этом отеле мне обошлась 60 фунтов одна ночь. А здесь я за 80 в шикарном номере целую неделю провела. Вот можете себе представить, какие цены во Вьетнаме и какие цены в Англии. Но вернемся во Вьетнам. Я хотела вам рассказать, друзья, где мне больше понравилось, в Таиланде или во Вьетнаме, какие здесь цены, где дешевле, где дороже. Так вот, все почему-то считают, что во Вьетнаме гораздо дешевле отдыхать, чем в Таиланде. Я не могу с этим согласиться. Возможно, это было раньше так. Но вот сейчас, когда я приехала, во-первых, это как раз был Вьетнамский Новый Год. У них праздники, карнавалы. Очень много приезжает туристов в страну. И поэтому курсы вот всех этих долларов и батов, и рублей, да и фунтов все упали. Вы знаете, мы же во Вьетнаме, и я все хотела спросить, а где же вьетнамские вьетнамки? Вьетнамки – это вот такие вот шлепанцы, вы знаете, да? Ну и вот они, вьетнамские вьетнамки. Сколько они здесь стоят? How much? How much this one? How much is it? 665 тысяч. Донга. 665 тысяч. Но 665 тысяч донгов – это знаете сколько? 22 фунта. Вот я сейчас только что меняла, и мне за 50 фунтов дали 540 тысяч. А здесь 665, посчитайте, я так грубо прикидываю. Я даже не хочу никуда ходить и не хочу озвучивать вам цены, потому что очень все дорого, понимаете? Даже дороже, чем в Англии цены на обувь, на аксессуары какие-то. Это просто немыслимая история. Если учесть, что средняя зарплата, как мне сказали здесь вот вьетнамских рыбаков, она где-то 150 долларов в месяц. Вообще с ценами, конечно, сначала, когда только приезжаешь, очень трудно разобраться. Все эти их тысячи, тысячи вьетнамских донгов, здесь же все у них в тысячах, понимаете? В тысячах, в сотнях тысяч и в миллионах цены. Поэтому очень-очень сложно сориентироваться сразу. Ну вот, что я могу сказать? Я по тем продуктам и по тем, допустим, вещам, которые я знаю, сколько стоят в Паттайе, в Таиланде, я и сравнила. Вот, например, массаж. Массаж в Таиланде в среднем стоит 200 бат за один час. Ну, бывает хороший массаж 300 бат, массаж спины, или массаж головы 300-350, ойл массаж 350, бывает 400. А здесь самый обычный массаж ног стоит уже 350, если в Баты переводить, а то и 400, и 500. Все вот эти вот спа-процедуры намного дороже. Ну и также еда в Таиланде все дешевле в ресторанах и вкуснее готовят. Во Вьетнаме все дороже, порции меньше и все не очень вкусное. Но это вот только, на мой взгляд, и вкус. Показала я сегодня себе вот такой обед. Сплошные салаты и сплошные полезности. Это у нас такой суп, лапша с морепродуктов. Так вот выглядит, еще не пробовала. Это у нас шпинат с чесноком. Ну и зелень. Вот такое кафе, очень чистенькое, красивое. Значит, если по цене, то тарелка супа стоит 85 тысяч донгов, или это будет 140 бат, или 4 доллара, если так вам понятнее. И вторая тарелочка с салатом оказалась тоже 4 доллара. То есть вот 8 долларов, ну это дороже, чем в Таиланде. Что касается жилья, то тут я сказать ничего не могу. Я жила в отеле, это достаточно дорого считается. Если брать на месяц отель, комната-студия без балкона, у меня получилось 320 долларов в месяц. Для Вьетнама это дороговато. Но в Таиланде можно найти дешевле. Может быть и во Вьетнаме можно дешевле найти. Тут же, понимаете, друзья, я вам рассказываю о том, как бюджетно отдыхать. И я, например, всегда стараюсь отдыхать бюджетно в том же Таиланде. Можно, конечно, и в Таиланде за бешеные деньги виллы снимать. В зависимости от тех средств, которыми человек располагает. А я-то, в общем-то, вам говорю именно о бюджетном отдыхе. А вот чем мне понравился Вьетнам, в отличие от Таиланда, мне показалось, что Вьетнам чище, как-то ухоженнее. Вот нет вот таких, знаете, бывает, как попадаются в той же Паттайе какие-то свалки, какие-то, знаете, кустарники, заброшенные какие-то территории, куски земли грязнющие, собаки эти постоянные, бездомные, бегающие. Здесь, во Вьетнаме, я такого не заметила. Дальше, может быть, это сложилось у меня впечатление, что здесь красивее, потому что здесь все было убрано к празднику. И вот эти 15 дней Нового года настолько все было красиво. Да и вы сами, наверное, можете заметить, что, судя по моим видео, вот этот вот город Нучанг, он гораздо симпатичнее, чем та же Паттайя, которую я вам тоже показывала. И набережная здесь, в Нучанге, просто шикарная. Ну и потом, конечно же, что немаловажно, здесь нет такой изнуряющей жары. В Таиланде было плюс 32, а здесь, когда я приехала, было плюс 27. Очень комфортно. Хотя комфортно, наверное, только для европейцев. У вьетнамцев-то зима. Вот, посмотрите, мы ходим, купаемся, загораем. А для вьетнамцев зима. Они все одеты очень серьезно. Плюс 25 градусов. Для них это холодно. Хотя, вы знаете, вот и для меня тоже оказалось как-то купаться некомфортно. Вот я гуляла по берегу океана каждый день, а за всю неделю я так и не искупалась ни разу. Сейчас вам, наверное, расскажу и покажу, почему. Сегодня снова красный уровень опасности, вы видите. Красный флаг вывесили на пляже. И еще что я хочу вам сказать, рассказать и показать. Вот, смотрите. Пляж тянется, наверное, на протяжении 6 километров, а может и дальше. И вот на каждом шагу есть вот такие вот колоночки для того, чтобы люди могли помыть ноги и переобуться. Вот здесь вот ручка, она поворачивается, и вы ножки моете. Вроде бы такая обычная штука, элементарно. Но вы знаете, странное дело, что таких бывает колоночек для мойки ног не очень много. Вот впервые здесь, во Вьетнаме, в Нучанге, на этом городском пляже, я вижу через каждые буквально 50 метров на любом выходе стоят колонки справа и слева. И очень-очень это удобно. Хочу заметить, что даже в Англии у нас на городском пляже вот такие вот колоночки для мытья ног. Они, конечно, стоят. Но их всего, наверное, две. Я помню, в городе Райт, центральный пляж. И там всего две вот таких вот колонки. Вот такое у меня сегодня видео для вас, друзья. Но ещё, конечно же, я вам обещала в конце рассказать, почему отель в Нучанге называется Галина. И тут это всё очень просто. Галиной зовут жену хозяина этого отеля. Хотя, как ни странно, она, говорят, вьетнамка. А вот имя у неё почему-то... Хотела сказать русское имя, но засомневалась. А вообще имя Галина, оно русское разве? Да, и ещё всё забывала вам показать. Посмотрите, как здорово вьетнамцы делают из обычной вот такой вот сухой ветки шикарное дерево новогоднее. Украшают, привязывают цветочки. Очень ловко у них это всё получается. Цветы разного цвета используются, но в основном жёлтые, красные. И получается чудесное, яркое, новогоднее, праздничное дерево. Разные они. Посмотрите, как красиво. Ну, а я на этом, друзья, с вами прощаюсь. На сегодня у меня всё. Пожалуйста, не забудьте, тем, кому понравилось моё видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Всего вам доброго, друзья. Берегите себя. Всем пока-пока.